С чего все началось? Ну, началось, наверное, в классе во втором. Я ударился головой с горки, когда катился. И после этого, через полгода, начались головные боли и начала рука неметь. После этого ездил, лечился в санатории, грязь. Мне ложили везде. Сказали, что позвоночник кривой. Перед санаторием посмотрел, врач сказал, что есть искривление. Это был первый звонок. Потом, где-то в классе в пятом-шестом, я ходил на тренировки в спортзале, когда играли в пионербол. Резко утонулся, и у меня защемило. Вот в этой стороне я не мог вообще потом поворачиваться. Слишком болел бок. То есть на уровне нижних ребер. Да, да. То есть защемило так, что ходил я года полтора по врачам, и там говорили, что вообще стану инвалидом, и даже не разрешали сидеть в школе. Ну, как бы дурдом был. И так, наверное, в классе до седьмого, наверное, я потом на это все плюнул. Начал заниматься спортом, и как бы периодически просто болел, выздоравливал, болел, выздоравливал. То есть спина как бы болела. Вот. Мучился головными болями часто очень сильно. Ну и вот и так всю жизнь, скажем так. Болею, выздоравливаю, болею, выздоравливаю. Вот. И смешно, и грустно. Да, пока организм рос, было как бы, ну, справляться было легче. А вот просто где-то лет двадцати пяти, двадцати шести, начал набирать вес. Стало как бы сложнее все. Намного. Ну, а фильм началось уж с травмы или с события какого-то? Ну, всегда же там страшно. Осталось, скажем так, осталось до этого было, ну, не сидячий образ жизни, да. То есть там, ну, учился, работал, там, подрабатывал. То есть активно были такие, как бы, там, движения постоянно, там, настройки, там, и так далее. А когда уже начал работать после университета, у меня стал более сидячий образ жизни. Это либо офис, либо я потом в машине ездил. То, что у тебя нечисто было активнее? Ну, надо было, да, выживать как-то. Вот. И поэтому, как бы, скажем так, неактивный образ жизни и сидячий образ жизни, как бы, вот, он начал приводить к тому, что защемляло спину, то есть клинило поясницу. Вот. Ну, я, как бы, продолжал ходить в спортзал, и иногда, вот, в спортзале из-за резких каких-то, там, движений надрывался. И после этого, в общем, бросал все это дело и начал набирать вес. То есть увеличение статики привело к проблемам больше внизу поясницы? Поясница очень часто. То есть сверху в середину пошла вниз? Да, вылетала часто поясница, вот, грудной отдел, как бы, ну, переходный. Вот это вот очень болело. Ну, а с питанием? Да, с питанием, как бы, попался, подождение под гриотид, да, как бы, в больничке полежал недельку. Вот, порекомендовали пересмотреть свое питание. Я его пересмотрел, стал более жидкой, более, там, салат и так далее. Ну, какую-то разнообразную пищу, уже в дороге не ел. Но контроля веса это не дало? На тот момент у меня был нормальный еще вес, скажем так, я там набрал, может быть, килограмм восемьдесят, ну, то есть первые были эти. А потом, словно случилось, где-то, наверное, в 2010-м, в 2010-м, в 2009-м, наверное, году, вот. А в 2010-м году, как раз я дошел до 97, то есть я уже пошел в набор веса, бросил в спортзал. Вот, и в 2010-м году я похудел на 20 килограмм. Диетами? Нет, я очень много ходил. У меня получилось, там, четыре месяца, я уезжал в другой город, и, там, образ жизни позволял мне каждый день ходить. И есть нормальный, ну, не нормальный, скажем так, диетический, да, то есть я сахар убрал, ел, ну, как бы, обычную еду, там, салаты, мясо, углеводы. И вот это мне позволило, и то, что много ходил, позволило мне сбросить 20 килограмм. Ну, и переехал. Без диет и усилий? Нет, усилий были, как бы, делал зарядку. Я говорю, утром, вечером, там, по пять километров получается, пешком проходил. Нет, усилий, усилий, в смысле, ограничений в еде. Без диеты и усилий в плане еды. То есть просто ест лучше? Ел часто, как бы, ну, раза три-четыре в день, но, как бы, без это, без переедания и без сладкого. То есть сам себе готовил, не ел, ну, не покупал нигде, как бы, поэтому, скажем так, можно сказать, что это здоровое питание, на самом деле, да. Вот, и таким образом, как бы, сбросил. Потом опять набрал вес, в каком году, наверное, в четырнадцатом опять сбросил 25, то есть я, ну, записался, там, скажем так, в клуб ходить. И, как бы, тоже диетами, спортзалом тоже скинул 20 килограмм, и вот сейчас опять набрал через два года. А почему набрал? Потому что, ходя в спортзал, опять сорвал поясницу, и все, как бы, и на этом. Не походить, и не поесть. Да, не походить, не поесть, как бы, и когда болит спина, как бы, ну, уже не до этого становится. Подкожно-жировая клетчатка мышечные спазмы закрывают. Мы, как на детях, допустим, здесь, конечно, не увидим картины. Однако есть деформация позвоночника по типу, ну, как я говорю, винта, то есть плоскость плечей, с плоскостью таза она не совпадает. В данном случае левое плечо ушло назад, то есть вот так развернуло. И это как на больших уровнях, то есть плечевое с тазовыми поясами это видно, так и на микро, то есть позвонки между собой, естественные отростки не совпадают. Они имеют также развороты вокруг вертикальной оси. Конкретно, что мы здесь имеем, это относительно нормально работающие плечи. То есть, да, плечо, безусловно, стоит неправильно, спазм есть, и вот эта форма быть такой не должна, но сама мышечная ткань в рабочем состоянии. Межлопаточная область то же самое. На грудопоясничном переходе уже просто каменной плотности спазм. Внизу поясницы часть волокон в спазме на пределе, часть волокон в дистонии. То есть, нервы зажаты, начиная с грудопоясничного перехода, где и была травма. Сама область под спазмом, нервная регуляция идет немного ниже, то есть на сегмент ниже. То есть, во-первых, не совпадают оси. Вообще, оси позвоночника, разумеется, одна, но в данном случае мы имеем, что поясничный сам непосредственно прогиб под нагрузкой, он уплощен, но не сильно. Хуже всего дело обстоит с осями крестца, которая прямая. Значит, пятый, четвертый поясничный тоже стоят относительно прямо, а начиная с третьего поясничного по десятый грудной они развернуты. То есть, если бы я просто ставил метки по остистым отросткам, была бы, ну, почти прямая линия. Как я уже сказал, стоя, то есть развернуты вот так, в этом месте. Здесь это частично скомпенсировано, то есть прямо смещено, частично сделано как бы назад. И получается, что это в расслабленном состоянии, что картина в расслабленном состоянии вообще полностью противоречит тому, что мы видели стоя и тому, что мы видим на снимках. То есть, мы имеем три разных картины. Это рентгеновская, после, значит, расслабления сейчас и стоя в спазме, как обычно люди ходят. Три разных картины. Задача свести все это в одну. По причинам, значит, непосредственно ситуации наибольшая травма на области, да, грудопоясничного перехода. Здесь больше всего позвонки повернуты, больше всего спазма, и отсюда идет уже нарушение вниз. Да, здесь есть проблемы со стопами, с атлантом отдельно, с верхом груди отдельно. Но наиболее тяжелая ситуация здесь. И переходим к теме видео, как это непосредственно связано с массой тела. Мы имеем грудопоясничный переход, к которому крепится диафрагма. Ну, задними, разумеется, ножками. То есть, от самого стыка, значит, одиннадцатый, двенадцатый, первый, второй поясничный. Как раз то место, что травмировано. Крепеж диафрагмы был подвержен травме, смещению. Сама диафрагма из-за этого зажалась. Разгибатели зажались также. Со временем разгибатели зажались по, ну, вошли в хронический спазм, говоря более умными словами. Они дошли до, область спазма дошла до крестца. Вместе со спазмом диафрагмы, это уже большая часть. Мышцы живота косые, часть перенапряглись, часть потеряли тонус, потому что часть нервов поджата. В сумме получилось глобальное нарушение кровоснабжения брюшной полости. Ни диафрагма своими качающими усилиями не разгоняет кровь. Плюс малоподвижный образ жизни наложился, плюс травм, плюс спазм. Спазм это уже больше спорт. Все эти факторы вместе создали дефицит артериальной крови и застой венозный во всей брюшной полости. Что это значит для кишечника? Это значит, что всасывание веществ, которое ранее управлялось определенными рефлексами, оно не управляется. Аварийный режим кишечника характеризуется тем, что он всасывает абсолютно все. То есть все, что может, все, что надо и все, что не надо. Поэтому встают вопросы по поджелудочной, по диабету. Можно получить таким образом диабет, всасывание сахара помогает поджелудочной. Бесконтрольное всасывание поджелудочной может полностью нарушить ее работу. И непосредственно по массе тела. Если всасываться все и быстро, ну в аварийный же режим. И ничего, что для всего остального тела это может быть относительно спокойная жизнь. Для кишечника это аварийный. Не будет контроля над массой тела, даже если сидеть на строгой диете. Нужно в первую очередь движение. Для чего движение? А для кровотока непосредственно в брюшной полости. Нужно ли ходить на спорт, в спортзал, тренироваться, закачивать спину? Нет. Вся проблема начиналась с того, что все и так уже перекачано. А движение амплитудного все равно нет. И кроме верхней, ну стандартной, скажем так, диафрагмы. Есть еще мочеполовая диафрагма, которая тоже вошла в состояние спазма. Потому что спазм распространялся, ну распространился значит до крестца. Крестец заблокировавшись, натянулась диафрагма. И это должно бы замкнуться через пресс, ну через прямые живота. И окончательно все это зажать. На самом деле здесь мы все это уже видим. Просто перед тем, как снимать эту часть, мы расслаблением занимались. Теперь что делать? Ну разумеется, надо править. То есть сначала устранять проблемы по позвонкам. Потом значит решать по мышцам. Потом разбираться в голове, учиться двигаться, разгонять кровь. Все это и еще кое-что. Это правка. Чем мы займемся? Как ощущения? Очень хорошо. Дышать стало легче. Руки назад как будто ушли, ну плечи. И как будто в груди очень, больше места стало. И вот даже не хочется сидеть криво. Вот сейчас сижу прямо, раньше так не мог. Свободно все чувствую на самом деле. Ну а насчет кровотока чувствуется? В животе там бурление? Да, да, да. Вот как будто вот оживилось все. Ну то есть это заметно? Да, то есть вот как бы пришел с тяжестью как бы в животе. Ну какой-то вот сегодня застой чувствовался. А вот сейчас сижу как бы, ну как бы энергия появилась и хочется что-то подделать пойти. Ну вот это больше всего нравится. Ага. Ну сейчас в общем будем какое-то время ходить. Ну полчаса как в общем-то обычно. То есть сейчас нужно сразу активировать кровоток, двигаться. Упражнения, ну на сайте все это есть. То есть время особо тратить не будем. Закреплять.